Самые популярные манекены музея восковых фигур Мадам Дюсо эстрадный квартет Битлз. Ринго Старр. Когда ему вырезали гланды, больница была окружена многотысячной толпой поклонниц. Джон Леннон. На этом снимке он с женой. Жена справа. Поль Маккартни и Джордж Харрисон. Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах с сидением от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги. Изображение длинноволосой четверки заполнило обложки журналов. Их рекламировали как телевизоры или холодильники. Реклама приносила плоды. Сначала поклонников было немного, и на Битлз смотрели с удивлением. Прическа распространялась со скоростью звука. Прикмахерские были забиты страждущими. Тем, у кого своих волос не хватало, на помощь приходили магазины. Каждый парик приносил торговцам около четырех фунтов прибыли. Поклонники томились в многочасовых очередях. Попавшие на концерт счастливы. Зараженные психозом зрители уже ничего не слышат. Истерики, вопли, обмороки. Разгромленный зал и драка. Обычный финал концерта. Битлз низко кланяются беснующемуся залу. Их успех потрясающий. И он оценен. Крест Британской империи. Королева вручает его Битлз. Поклонники в восторге. Посмотрите на них. Их не интересует ни политика, ни литература, ни искусство. Ничего. Только кумир. Мир, заключенный в четырех стенах, оклеенных портретами длинноволосых певцов. Субтитры подогнал «Симон»